Литературный клуб На первое заседание клуба пригласили всех желающих. Их оказалось даже больше, чем ожидала Екатерина. В аудитории не было свободных мест. Ученица пионерской школы Алина Юдина пока пришла просто послушать рассказы других, хотя сама очень любит читать. Это способ познания человека, то есть психологии людей. Можно узнать много разного о самом же себе. Своё любимое произведение автора Ричарда Баха презентовала Алина Фролова. Чайка по имени Джонатан Ливингстон стала её настольной книгой со времён учёбы в институте. Это немножко необычная чайка, потому что главное в её жизни – это полёты и свобода. Все остальные чайки, стая, чем они занимаются? Они добывают себе еду, они борются за эту еду, кому корка хлеба побольше. И это самое главное смысл их существования. Другая любительница чтения Васса Балуева поделилась впечатлениями о романе «Жизнь взаймы» Эриха Марии Ремарко. Говорит, что каждый раз, перечитывая уже знакомые строки, находит в них всё новый и новый смысл. Она для всех абсолютно, я считаю. Её поймёт каждый человек, поймёт в том плане, что она учит нас ценить жизнь. Организатор литературного клуба Екатерина Осинцева надеется, подобные заседания станут традицией. Первый шаг к этому уже сделан. Назначена и дата следующей встречи – 20 сентября. А значит, делиться мнениями и рекомендовать другим свои любимые книги станет чуточку проще. Анастасия Меркушина, Владислав Бурулёв, Александр Свяжин, НТС «Ирбит».